В семье народов России около 200 национальностей. Культура каждой из них по-своему уникальна, поэтому важно беречь традиции, делиться обычаями, а главное быть дружными. Накануне Дня народного единства и столетия Мариэл школьники республики присоединились к онлайн-уроку «Мы вместе», который прошел в рамках нацпроекта «Образование». О том, чему научились дети, расскажут мои коллеги. Существует федеральный проект, где ребята разных народов общаются друг с другом и делятся межкультурным опытом. Этот проект называется «Мы вместе», созданного Российским Союзом Молодежи. В рамках этого проекта и прошел онлайн-урок, участие в котором приняли школьники всей страны. Учащиеся нашей республике – не исключение. Например, в лицее Бауманский к трансляции присоединились абсолютно все классы. Урок был посвящен празднованию Дня народного единства. С экрана люди разных национальностей рассказывали ребятам о народах, которые живут в нашей стране, об их уникальных традициях и увлечениях. В каждом танце твой характер проявляется, как ты танцуешь, как ты ведешь. В кавказский танец, в котором проявляется характер и дух. В рамках проекта этот урок уже четвертый по счету. Они начались еще в сентябре. Первый был посвящен 75-летию Великой Победы. Следующие – здоровью и спорту. Каждый из них принес школьникам новые знания из разных областей. На самом деле очень много эмоций от того, что они видят своих же сверстников. Они видят очень людей, которые посвящают свою жизнь стране и достижениям нашего государства в разных сферах. И посвященную сейчас единству все-таки это сплочает между собой классы, коллективы, школу в целом, и страну в целом, и регионы. Я думаю, что такая вот дружественность – это очень важный шаг к объединению ребят разных национальностей, школ, разных культур. И на самом деле, вот у меня сейчас мурашки по коже, потому что ребята очень впечатлены, у них есть эмоции, и это самое важное. Эмоции, впечатления, а значит и память. Для тех, кто не успел побывать на прямой трансляции, есть возможность посмотреть эфиры на сайте проекта, а также на официальной странице Министерства просвещения России в социальной сети ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!